до начала у меня пара вопросов к аудитории для разминки поднимите руки кто знает свой знак зодиака честно быстро ни на что не влиять хорошо спасибо кто не знает свой знак зодиака здесь есть такие честно не знаете ну понятно не знаете хорошо ну вот к слову поднимите руки кому это познание помогает по жизни хоть раз помогал выручилась беды или бизнес как-то вы свой строите какие-то дела нет есть один человек отлично отлично хорошо поднимите руки кто знает свою группу крови отлично но меньше не все не все честно спасибо за честность кто знает резус-фактор хорошо кто знает группу крови резус-фактора аллергические реакции своих ближайших родственников мама папа дедушки ребенка меньше лично давайте задумаемся как много фактов от полезных мы не знаем и как много ну ну не ерунды но каких-то вещей которые нам пользу вряд ли принесут мы держим в голове а ведь как говорил шерлок холмс мой мозг это чердак который можно завалить барахлом а можно полезными вещами ну кратко тезис основной того чем и буду рассказывать и который стараясь осветить и выводы какие-то сделать вот такой мы часто пользуемся непроверенной или заведом ложной информации вот причем каждый из нас даже ну вот образованные люди мы часто переходим грань и какие-то вещи не не достоверные мы вот все же берем на веру скажем так вот ну с науки хочется начать вообще про науку и вот псевдонауку ну наука у нас вот она наука ну наука это здорово на мой взгляд вообще наука это все технические достижения это полеты в космос это современная медицина это продление в жизни среднего возраста людей это борьба с болезнями с голодом технические достижения то есть но это мы все знаем научно-технический прогресс вот сделал нас наш цивилизацию тем чем она является сейчас плюс наука это конечно очень интересно то есть вот если проследить какую-нибудь научную новость научное открытие какие-нибудь экзопланеты или вот там древних людей вы представляете 20 лет назад мы мы думали что неандертальцы это наши предки предки современного человека потом узнали что оказывается это параллельный ветвь которая параллельно с нами жила это параллельный вид людей по моему замечательно как это узнали там взяли кости откопали отрыли там днк сумели секвенировать то есть это прекрасно музыка ну в то же самое время наука она не только плюсы да то есть у нас проблемы от научно-технического прогресса это сгрязненная экология это это вырубка лесов изменения биосферы там необратимые какие-то уничтожения видов живых существ это опасность ядерной войны это не вина ученых наверное ну либо не только их конечно но скажем так наука это инструмент который может быть как нести как добро так и зло на самом деле вот помимо этого наука не отвечает на все вопросы вернее даже она отвечает нет на большинство вопросов если жизнь на марсе мы не знаем если инопланетяне ну возможно есть возможно нет наука не дает лекарства от всех болезней пока что по крайней мере бессмертия не воскрешает умерших родственников наших плюс наука это очень сложно вот ну и здесь вот сложность да это тоже очень важный момент вот тяжело вот любой на даже научно-популярной книгу какую-то взять все равно приходится напрягаться но если первый момент который осветил что плюсы от науки ведут к тому что есть разные люди которые хотят вот в славе науки греться при этом ну не делая каких-то сложных действий а вот авторитет науки на себя тоже как одеяло перетягивать это вот мы как бы сталкиваемся с псевдо учеными часто которые вот наука не занимается но вот им тоже нужно внимание то какие-то негативные факторы связанные с научно-техническим прогрессом они приводят к тому что и появляется но не появляется она всегда было но вот альтернативный взгляд на мир что давайте ну наука не даю не решает наши проблемы давайте может быть мы мы решим проблему наука в науке нет ответов на все вопросы у кого-то они может быть есть вот ну и всегда наука но вот я не буду строгое вот такое научное определение в науки давать я определение которые даю они связаны с популяризации науки в основном то есть как они в каком контексте звучат вот здесь я все не научные знания все системы взглядов которые не соответствует критериям научности методологии научной доказательной доказательности но тем не менее претендует на объективность вот как бы здесь объединю вот узко под термином псевдонаука широко псевдонауку часто вот популяризаторы называют псевдонаукой называют любые знания вообще даже не научные но который вот претендует на объективность вот но здесь коротко можно какие вообще вот категории вот чем вы можете столкнуться в интернете и даже образованные люди опять же но вот попасться скажем так в ловушку первая категория самая простая это не научные знания все это называют словом магии потому что если покопаться то любые из этих вот направлений астрология например там народной медицины оккультизм это все магия то есть если вы верите в в нумерологии вы верите в магии волшебство но все читали наверно гарри поттер вот там были маги вот ну вроде мы современные люди все хай-тек там у всех гаджеты модные но вот наверняка мало кто признается сейчас но во что-нибудь из этого вы наверняка верили или так или иначе как-то пользовались какими-то услугами представители вот таких направлений лично у меня был случай когда возникла необходимость одна ситуация когда нужно было выпроводить одну женщину из помещения и два здоровых амбала отказались делать потому что они они считают ну как бы им сказали что эта женщина колдунья вот а я и я вот но мне было 20 лет щуплый подросток мне пришлось женщина разговаривать давайте вот так что она сидит все равно страх какой-то да ну наверное вы согласитесь такую там заговоры где-то в деревне живет какая-нибудь бабушка который может приворожить или отворожить или порчу навести жалко я не спросил верится ли в порчу но тем не менее эти направления они чаще всего дистанцируются от науки и поэтому если вы увидите астрологический прогноз у вас все равно какая-то грань сразу проходит но вы либо в астрологии верите либо нет она не выдает себя за науку чаще всего хотя тоже не всегда вторая категория они ну вот замечательная гифка я ничего не имею против эзотерических каких-то учений религиозных то есть опять же вот я никогда религию не критикую как дух ну так скажу область духовного поиска но пока это область духовного поиска или какие-то этические нормы мораль то есть вы прокачиваете свою мораль с нас мораль становитесь добрее этого здорово но если вам на каком семинаре по йоге вдруг говорят что где-то в горах живет учитель который уже год не ест ничего кроме солнечного света то скорее всего тратите деньги на семинаре на этом просто зря потому что но это шарлатанство откровенно вторая категория ну академическая псевдонаука к сожалению ученых развелось очень много они все чаще всего за казенный счет живут но и там конечно же как в любом сообществе социальными ну появляются люди которые паразитируют на то есть там бездельники на зарплате скажем так может быть смешно да что вот в академических каких-то заведениях в институтах заставляют людей писать статьи там чтобы для галочки было обязательно статья естественно ты у наука не занимаешься у тебя просто нет времени может быть то есть ничего плохого может быть не не хочешь сделать но приходится писать каждый из вас хотя бы раз жизни наверняка был академическим псевдоученым но все писали дипломные работы курсовые рефераты в конце концов вот но этот тип мошенничества информационного он наверное наименее опасен потому что все-таки академические псевдоученые ну не стремятся показывать результаты своей работы если я написал какую-то фиктивную статью опубликала в каком-то но дурацком журнале вроде бы научно но совсем не рецензируем я не буду всем об этом рассказывать потому что найдется рано или поздно человек который почитает скажет ну ты ерунду какой-то написал то есть как бы для обывателя для нас с вами вот людей незнакомых с данной наукой ну это как бы мид на меньше вред но это вред вообще для общества наверное это трата деньги непонятно на что но с этим как-то борется как-то не борется третий тип около научные мифы каждый из вас постоянно все сидим в интернете часами читаем новостную ленту листаем какие-то открытия и постоянно сталкиваемся с какими-то фактами вы давно выдаваемые за научно доказанные это даже не концепция это могут быть отдельные какие-то утверждения но вот несколько я приведу вы наверняка слышали что там у нас мы сейчас секунду до задействуем 10 процентов своего мозга слышали атаку слышали это неправда дальше свинья ближайший генетический родственник человека но известно печень от свиньи пересар слышали атаку слышали это неправда дальше что ну дарвин признавался перед смертью что вот уже на смертном одре как я бы заблуждался как я был неправ я вот читал много таких ну ничего не признавался но даже если он признался то ну и что дальше теория так клевая в конце концов но признался но извини не повезло вот дальше ну даже фильмах постоянно в научно-популярных каких-то даже 21 грамм вот умирает человек какой-то момент 21 грамм вылетает слышали атаку слышали ну не правда это понятно никаких фактов то есть такая доказательной базы этого утверждения нет ну ученые до сих пор не могут понять кто строил пирамиды ученые понимают кто строил пирамиды учет ученые доказали что бог есть но на самом деле там нашли базу хиггса до частицы бога но пошутил кто-то но это не доказательство бытия божия вот я ничего против доказательств не имею и вообще один замечательный религиозный деятель сказал когда-то если было хоть одно объективное доказательство бытия божия то ни одного то есть чтобы не было у нас я с этим наверно соглашусь но еще несколько мифов сотовый телефон вызывает рак гомова вызывает рак прививки убивают спида нет конец света наступит ставьте дату я пережил уже четыре конца света можете на меня посмотреть вот хотя я недолго жил пока что ну и четвертая категория с которой вы можете столкнуться это самый что ни на есть псевдонаука то есть это мошенники это обманщики которые выдают себя за ученых то есть как правило такие концепции взгляды теории они вот ну максимально эффективно мимикрирует то есть выдают и то есть там есть регалии там есть звание там академики каких-то не существующих академий в некоторых академиях всего лишь 100 долларов и можно стать академиком кстати задумайтесь может быть вам это пригодится разные направления ну перед нет времени к сожалению мне обо всем рассказывать об этом часто эти люди используют какие-то факты научные но только те которые подтверждают их концепции встраиваются в целостную картину и игнорируют абсолютно какие-то факты которые не встраиваются в картину здесь конечно опасность очень большая причем вот эти я условно 4 категории назвал конечно возможносты стыковые какие-то области ну например но парапсихология там может быть видимость какой-то научной деятельности какие-то приборы которыми там измеряют экстрасенсорные способности но тем не менее если посмотреть покопаться там в конце концов будет везде выход на сверхъестественной сущности вот что то есть нематериально в нашем мире и вот она вот управляет темы вот некоторые люди могут передвигать предмет этом например вот вот пример из ульяновска тоже вот меня обожают от приборного него в ленте несколько раз попадался вот как говорится нужно быть переборщим в друзьях потому что пусть и друзья это это смотришь сид это хилинг какая-то такая процедура но таком йога практики хилинг наверное это оздоровление до хил это лечить меня я зацепим не плевать на эти вещи на самом деле обычно но я меня зацепился квантовая физика там квантовая теория я вот сразу представил что вот сидят йоги читает учебник по квантовой физике то есть последнее достижение после этого использует не знаю как да здесь интересно то что здесь используется наука емкие слова то есть казалось бы эзотерические абсолютно практики но говорите своим языком там аура карма вроде кармы ученые не забивали за собой термин нет вот надо чистота мозга там какие-то герсы то есть это все на самом деле наверное можно помирить взять прибор какой-то показать есть там какая-то эта частота которая излечивает или нет ну вот то есть так это да на семинар под эту хилингу один раз я проводил свою лекцию параллельно с вот ребятами пришло два раза больше людей чем на мою лекцию причем у меня лекция бесплатная там платили деньги причем сколько стоит 16 тысяч вов в прекрасно прекрасно чем чем мы не чем-то не тем занимаемся мне кажется ну конкретно отдельный пример это классика жанра уже не стареющий классика 10 лет уже фильмов великая тайна воды или просто вода вот аннотацию я прочитаю извините это просто прекрасно современные ученые выдвигают гипотезу что вода обладает памятью открыт ее четвертое состояние информационное вода способна воспринимать сохранять и передавать информацию даже такую тонкую как человеческая мысль эмоция слова никакое краткое описание этого не объяснит фильм нужно смотреть ссылка у меня есть я могу на ю тубе он выложен может посмотреть обязательно но слышали вода запоминает эмоции вода запоминает гнев агрессии так далее прекрасно то есть это на первом канале шло после этого появилась статья в википедии с критикой фильма что это вот такая псевдонаучная лабуда тем не менее 10 лет прошло информация просто она не то что разошлось по всей россии так оно еще по нарастающей рассказывает там как они люди как замораживают воду чтобы там им какие-то снять напряжение какое-то эмоциональное воде мне вот на слайде нравится больше всего да здесь показаны замерзшие снежинки и вот им наговаривают разные слова вот там а фотографии дельфина где-то там показывает вот это мне больше понравилось в воде показали дельфина они знакомы видимо дельфины вода и вода обрадовался и красивую снежинку сложился вот здесь по покрупнее вот до до молитвы после молитвы слово любовь хэви металл вот до хэви металл это было прекрасно то есть вода нет либо вода знаете языки мира либо она действительно такая ну чувствительная к эмоциям но один из ключевых доводов тех до ученых в том что вот есть академическая наука и она не занимается просто какими-то вещами и едет не интересно водой занимается наука в четырнадцатом году вышла статья успехи физических наук самый крупнейший журнал наверное в россии по физике самый авторитетный статье что сейчас скажу 187 ссылок на разные работы которые проводились учеными по определению разных свойств воды и способности воды к разным каким-то эффектам и резюме вынесено вот в аннотацию вот можно почитать гипотеза о том что вода обладает памятью о прошлых механических магнитных электромагнитных воздействиях или растворяемых не веществах не подтверждается в эксперименте все ссылка на статью вот посмотрите то есть ученые изучают воду и ищут там какие-то разные эффекты и прочее прочее вот здесь еще посмотреть очень интересная статья вот кроме того ученые изучали астрологию проводились колоссальные статистические сыны десятки тысяч людей просматривали биографию смотрели если какая-то корреля связь даже не связь а корреляция хотя бы там знака зодиака и успешности по жизни ну к сожалению ничего изучались парапсихологические способности в советском союзе очень экстрасенсорикой занимались и люди реально приходили там говорили вот я кажется там могу предмет двигателя что-то и там изучали там и психиатры работали но и в том числе и физики и химики вообще слова тайна это слово притягательное и активно используется я вот это говорю потому что вот если где-то читаете какую-то новость или заголовок или фильм тайны чего-то ну сразу насторожитесь нехорошее слово но тайны есть тайны если воды у смерти у аномальных явлений у пирамид есть тайна даже у плесени есть тайны какие-то ну а уж никола тесла он просто генератор тайн в любом книжном магазине полка с книгами о николе тесла больше чем со всей научно-популярной литературе на вот если тайны науки дал науки есть неразгаданные какие-то задачи нерешенные проблемы зайдите в википедии вот ссылочка внизу посмотрите там перечень разных дисциплин в которых накопились какие-то неразрешимые вопросы любой ученый который в конкретной области начинает свой путь научный знакомиться с какими-то из этих задач и ну может быть кому-то и удается решить даже какие-то глобальные проблемы в какой-то отдельной взятой науки причем проблемность это вообще особенность науки науки всегда есть какие-то проблемы ты решил какую-то проблему тебя появился 3 новых проблем и их тоже надо решать ну это с одной стороны пессимистично но без этого наука никуда прекратила бы движение если проблемы у каких-нибудь тренеров по йоге вот они вот скажет вам человек что вот понимаете вот есть проблем которые не могу решить вот я вот пытаюсь работаю с энергиями и вот никак видимо я вот несколько таких людей не встречал критить самокритично что же такое наука ну наука это конечно научный метод научная методология формировалась вот для меня доклад был длительное время эволюция сознания цивилизационного происходило инструменты научного поиска то есть приборы усложнялись теоретические составляющие философии логика современный научный метод он прошел там стали столетия эволюции нельзя схему написать для каждого научного открытия которое происходит но общая обобщенная схема здесь есть ну все мы в общем знакомо да есть сбор какой-то эмпирической информации дальше анализ систематизация выдвижение каких-то гипотез потом проверка эти гипотез на опыте там новые эксперименты в конце концов какой-то закон научный мы можем сформулировать конечно эта схема работает по-разному какие-то дополнения изменения не всегда можем эксперименты ставить науки не всегда наши гипотезы часто ошибочны выводы мы можем делать неправильный вообще может ли наука ошибаться наука ошибается постоянно если посмотреть историю развития какой-то науки какой-то научной проблемы это непрерывная история ошибок и заблуждений но главное в науке это то что в науке есть механизм корректировки исправления ошибок и движения вперед то есть и благодаря этому наука дает нам достоверные знания но не самые не идеально достоверно но самые достоверные и стал из всего того что у нас есть есть и критерии научности но вот они очень интересные они будут сейчас подробно рассказывать но вот нам как обывателю критерия научности не будут ничего говорить к сожалению если вы конечно не эксперт какой-то области вот вы столкнулись какой-то новостью в интернете в сми газете фильме эти критерии вам бесполезно потому что вы не знаете там проверялся ли на опыте концепции который автор говорит или нет там об этом обычно не говорят или скажут что проверялась а где подтверждение что нужно делать если вы сделали научное открытие вот открыли планету телекупили телескоп увидели новую планету откопали у себя в огороде там кости динозавра но открыть или там математикой увлекаетесь и математически как-то что-то вывели что делать дальше публиковать где публиковать вопрос но рассказать маме например можно можно в интернете вконтакте заметку я сделал открыть в современной науке общее место всей науки это публикация результат научных исследований в рецензируемых изданий серьезных научных изданий если ты сделал открытие по физике публикуйся в серьезном журнале по физике вот зачем да я скажу зачем значит и вот вообще говоря вот такая научная открытость что-то обязан показать миру результат своих действий сложилось не всегда не сложилось не сразу но первый научный журнал так более-менее научный появился вот в семнадцатом веке журналь до саван французский следом за ним записки британского научного сообщества не помню в каком году вышли сейчас вообще это общее место вот два две обложки двух самых так называемых гламурных научных журналов самых распиаренных не самых лучших в целом ну самых известных скажем так вот где ну очень круто если вы там опубликуетесь но там публикует самые такие ну крутые на взгляд редакции вещь а вот вообще в этом смысле интересна цитата из александра македонского когда он писал письмо своему учителю аристотелю сохранилось дошло до наши дни это письмо александр аристотелю желает благополучия ты поступил неправильно разгласив учения предназначенные для чисто устного изложения чем же еще мы будем отличаться от остальных людей если те же учения на которых мы были воспитаны станут общим достоянием я хотел бы иметь превосходство над другими никак не так могуществом как знанием о высших предметах будь здоров то есть сейчас в науке принято признано что наука это открытая область знаний с любой человек может узнать а что же там на открывали к самое главное как сделали какое-то новое открытие раньше считалось по-другому что есть знание для посвященных а для всех остальных но есть какие-то другие и это главный момент которому я веду как вообще отличить псевдонауку от науки сейчас запаситесь терпением зачем нужно публиковаться ну во первых чтобы застолбить приоритет наука это очень конкурентная среда если ты работаешь на передовой научные мысли работаешь какой-то животрепещущие научные проблемы но вот там экзопланету какую-то вот новый вот вот только здание стали стал информации поступать со спутника все надо срочно обрабатывать какую-то информацию выводы какие-то делать не успел ты не дед пару недель уже опубликовали другие другая группа работает всеми же данными все ты приоритет потерял ну обидно ты работала ссылаться будут уже на других людей и все лавры до станции вторая важнейшая мысль чтобы независимые эксперты могли перепроверить вашу информацию то есть ты публикуешься это смотрят вдруг какая-то ошибка но все мы люди и ученые ошибаются и бывают глупые ошибки в науке тоже тоже случается таким образом схем публикации должна выглядеть примерно так то есть получение результата отправление в редакцию профильного какого-то научного журнала дальше полученный материал отдают на рецензирование какому-то эксперту редактор не обязан разбираться в газете в журнале научном во всех областях науки он отдает специалисту в данной области специалист но пишет свою рецензию такое рецензирование причем бывает рецензирование анонимное не говорят чего работу тебе прислали и автору не говорят кто рецензировал ну чтобы каких-то там хулуарных не было договоренности дальше идет публикация все опубликовалось научном журнале работа вышла в свет после этого самые резонансные самые значимые открытия попадает в сми и мы уже узнаем об этих открытиях из соответственно имеет ли новость под собой научную подоплеку узнать не так уж и сложно если вы не поленитесь посмотреть поискать в интернете на какой источник ссылается данное средство массовой информации хорошие газеты хорошие какие-то передачи но ссылать но это какой-то ученый говорить просто там британские ученые доказали без указания там что за британские ученые ну сразу тревожный звоночек как публикуется псевдонаука псевдонаука публикуется вот так вот соответственно если вы попытаетесь но про ту же воду что вот если я буду читать рэп над водой и снежинки будут одной формы а если я буду читать молитву то снежинки другой найти подтверждение этому ну хотя бы в научно-популярных каких-то изданиях может постичь неудачи скорее всего вы найдете только ссылку на сайт автора этого же этой же публикации вот так кстати вот я такие вещи делал действительно там либо вот книги пишут все кому не лень и иногда у этих людей есть сайт иногда даже сайтов нет и кроме магазина где книжку купить можно больше нигде не найдешь ссылок на работу вот ну здесь конечно камень в огород сми к сожалению средства массы информации подчас не заинтересованы в проверке фактов факт чекинги так называемым важнее сенсация вот ну так сложилось не знаю но с этим наверное когда-нибудь поборет это это явление но пока вот так соответственно главный критерий для обывателя как отличить те в науку от науки публикация если публикация серьезном издании или нет это не исчерпывающий критерий то есть его ну бывает какое-то открытие ну не можете найти ссылку такой бывает есть и другие критерии ну можно на них посмотреть отсутствие конкретики если вы читаете какую-то научно-популярную книгу вот там по существу вот конкретные вот если рядом положите учебник какой-то по физике например там вот все четко конкретно сжато компактно конкретные понятия здесь же вот термин так в таком значении используется в другом потом значение вот биополе все слышали что есть я упали все слышали услышали конечно вот что это за биополе каким прибором регистрируется биополе как устроен этот прибор но вот есть электромагнитные поля человека но вот это они или нет то есть вы не прочитаете на сайте каких-нибудь там экстрас экстрасенсов вот конкретику тоже вот ну такой звоночек низкая культура работы с источниками то есть в научных научно-популярных даже книгах обязательно ссылка на те идеи концепции которые вы используете все на научных книгах ну ну вот да там ссылаться может задорнов на булдашева мулдашев на задорного вот и все это за мулдашев ездил в тибет и сделал открытие но это не ссылка на источник у меня тоже кто-то знакомый ездили в тибет но не знаю вот в псевдонаучных изданиях не будет ссылок вообще либо ссылки будут на какие-то популярные на сайты либо ссылки на источники ну столетней давности вот когда критикуют теорию дарвина хотя такой теории уже нет очень давно но тем не менее вот ее критикуют ссылается вот сто лет назад вот такие то были вот факты противоречившие дарвинской теории там естественного отбора и 50 лет назад кто-то сказал вот это кто-то сказал вот то но ё-моё на биологии развивается там в год выходит там десятки тысяч статей неужели за сто лет ничего не изменилось даже если когда-то действительно были какие-то проблемы либо ссылки идут на только на русскоязычные источники но к сожалению современная наука это или к счастью не знаю международное явление и россия занимает там далеко не лидирующие позиции мир вклад мировой наук у нас очень маленький поэтому в самых передовых областях науки все-таки как правило ссылки присутствует на вы англоязычные издания статьи вот все слышали о том что постоянно находят каких-то гигантов гигантские скелеты и сразу же некоторые люди делают выводы я узнал его это гипербореец или это представитель атлантиды атлант но уже большой атлант попробуйте найти ссылку в какой-нибудь музей археологии или где-то на конкретную находку любой археолог когда находит кусочек нам ногти какого-нибудь там древнего человека это все сразу записывается сразу описывается условия в которых это найдено какой состав почвы там был где это какая влажность и так далее не знаю вот описание этих явлений я не находил интернете следующий критерий повышенная эмоциональность но это конечно не книгам пиросить к выступлением публичным когда вот ругают дарвина вот тогда и штейна ругает в книгах могут быть такие слова эти ученые вот они не знаю там такой бытовой сленг вообще эмоционально запомните когда кто-то эмоционально что-то рассказывает вам хотят отключить рациональные области в голове и чтобы на эмоциях вы все там слушали и кивали политики это прекрасно знают ораторы мастера раторского искусства это все конечно же так чтоб фундаментальные фундаментальность проблем значит здесь вот многие отмечают такой интересный факт есть специфические области науки ну например внутриклеточная структура атмосфера далеких планет электрические свойства полупроводников узкие области знания и никогда не встретишь человека который вот за досужим разговором на кухне за кружкой чая говорил бы вот я считаю что вот на юпитере метана вот не столько сколько был считали раньше вот нет да вот такого не встречу но когда речь заходит о рождении эволюции вселенной рождение человека происхождение жизни эволюции жизни все эксперты сразу у каждого человека свое мнение что человек произошел от обезьяна да ладно то есть вот и любой псевдоученый он не берется за электрические свойства полупроводников ему почему-то это не интересно ему интересно опровергать глобальные какие-то проблемы это вот моя фотография зашел книжный магазин и на полке научно-популярной литературы видел замечательные книги я их не читал но мне интересно вот гражданин который написал одинаково хорошо разбирается и в теории относительности и в вот ну даже великий стивен хокинг признавался что не все он в теории относительности понимает а вот господин баландин понимает ну все что я мог сделать для этого человека это взять эти книги отложить в раздел с эзотерикой не знаю их наверно потом переложили обратно но вот то есть глобально причем посмотрите ну если человек пишет о теории относительности он наверное должен быть действующим специалистом посмотрите зайдите в википедию крупных популяризаторов есть даже отдельная страница в википедии что действительно человек там биолог биолог эволюционист занимается там какими-то своими областями знаний но тем не менее обложка не главный критерий отличие все в научной литературы вот пожалуйста замечательнейшая научно-популярная книга всем рекомендую просто отвал башки вот откровенно говорят обложка такая но вот насекомые на службы третьего рейха у меня вот сразу ассоциации вот и ну вот но это уже не к автору наверное претензии к людям которые задают литературу следующий критерий противопоставление себя и официальной науки это опять же в тексте увидели вот есть академическая наука а есть честные исследователи которые вот не закрывают глаза на какие-то проблемы вот академическая наука скрывает что она не знает кто строил пирамиды а вот но есть ученые которые несмотря ни на что пролезают смотрят и действительно ведь там какие-то тайны таят увидели это в тексте статей каких-то все сразу это признак тревожный нет никакой официальной и неофициальной но есть наука есть ну все остальное бывает такое что какого-то ученого не поняли конечно бывает бывает что чьи-то идеи ну слишком прогрессивны чтобы их сразу понять ну это ничего не поделаешь механизм методологии науки такой жесткий люди кончаются убийством из-за того что их теории не признаны в болтсман например его там довели до самоубийствах а сейчас вся физика физика болтсмана ну что поделаешь ну но это не значит что мы должны каждый чепухе верить согласитесь в галерее страдал и мы тоже страдаем и считаем вот естественно сразу же выход на заговор ученых заговор политиков крутят руки просто людям и не дают им делать свои открытия замечательный способ повысить интерес к чему-либо это сказать что это что-то запретное сейчас увидите запрещенные какую-то картину вот фильм дома наверное все слышали может быть смотрели это запрещено оказывается фильм в 30 скольки то там странах он запрещен вот да а ссылка на youtube у меня где-то было запретили странно на ю тубе зато все можно посмотреть ну странно извиняюсь вот странно что ученым вот этим не ученым этим товарищам запрещают допустим изучать нло ну выкупить рабочее время телескопа построить спутник но в конце концов но там ну два миллиарда долларов скиньтесь запустите спутник к луне и посмотрите какие там уходит инопланетяне или не ходит это всем запрещают делать выступать по телевидению не запрещает почему-то странный заговор странный заговор против ищущих права ну в итоге то есть вот что можно резюмировать про то что я сказал так секунду что можно резюмировать любой научный факт с которым вы столкнулись обязательно под собой имеет ссылку на первый источник кто добыл этот факт где оригинальная статья почему мы должны верить потому что здесь было заявлено псевдонаучные факты конечно же но не могут похвастаться такими вот ссылками но на это обращайте внимание если вам кто-то забежал и с радостью говорить что вот нас шили инопланетян или нибиру какая-нибудь планета на нас летит ну а где кто какие астрономы это увидели что почитать против науку к сожалению такого исчерпывающего труда последовательного систематизированного нет но есть замечательные книги несколько книг джонатан смит все в наук и паранормальные явления изучает различные все в научные концепции и как можно как вообще к этому относиться то есть какие разные ну вообще очень интересно это клинический психиатр он знает о чем говорит карл саган сегодня книги в этой его разыгрывали замечательная книга тоже про псевдонауку тоже про общественное мнение как вообще формируется общественное мнение в отношении вот этих вопросов очень интересно и обман в науке книга замечательного врача британского по моему голдакра он пишет именно в первую очередь про медицинский обман про псевдонауку в медицине тоже очень интересно вот и обязательно посмотрите вообще эти все что я сказал это относится не только к сожалению к науке вы можете не интересоваться наукой но все время переступаете грань достоверности когда читаете информацию например политические новости вот я постоянно сталкиваюсь когда с этим когда какой-нибудь ученый замечательный человек прочитал новость все и вот вот проклятые чиновники жулики и так далее но потом говоришь но это фейк был вообще говоря то есть здесь почему-то отключается все профессионализм весь люди верят всему что они читают и вот замечательная заметка как читать новости от тимченко посмотрите я потом ссылку кому надо скину по пунктам глава бывший главный редактор ленты ру рассказывает о том как правильно относиться к новостям как и правильно оцениваться ну и заключение цитата замечательного ученого популяризатора ричарда фейнмана главный принцип это не дурачить себя и я вам всем искренне это желаю не дурачить себя всем спасибо